У нас стеклянная плитка имеется, и на ней тоже очень эффективен этот лайфхак. Целый день стояло и тёрло, стояло и тёрло. Быстрый эффект. Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую всех на своём канале. Ну что ж, у нас ремонтируют фасад, и я хотела записать какое-нибудь серьёзное видео, где никак нельзя отвлекаться, например, по поводу минимализма, либо по поводу ещё чего-то достаточно интересного. Но, по всей видимости, на ближайший месяц мой делал видео про уборку, записанные непосредственно у меня дома, потому что, ну, всегда можно прерваться. Сейчас время 3 часа дня, и как раз-таки у меня есть время походить по ванным и показать вам ещё один лайфхак в действии. И это видео тоже войдёт в серию «Быстрая уборка». Я специально не ускоряю, прежде всего для того, чтобы вы видели, что нет срезок на монтаже, потому что, ну, потому что я, например, сама как зритель, мало кому и чему доверяю, потому что сама теперь знаю, что на монтаже можно сделать любую склейку, которая будет незаметна, тем более в ускоренном режиме. Поэтому, да, эти видео длинные, но зато видно, что действительно то, что я тру, то, в общем-то, я и тру, то оно и оттирает. И лайфхак тот же самый. Нам понадобится самое обычное масло растительное. Желательно очень лёгкое, очень тонкое, чтобы у него не был цвет жёлтый, либо зелёный, ярко выраженный, как, например, у оливкового масла. Это такое тяжёлое масло. Поэтому что-нибудь для фритюра, для жарки нам подойдёт отлично. Самое дешёвое в супермаркете, что найдём, то и берём. Либо вазелиновое масло. Традиционно оно у нас вот такое. Продаётся в литровой посолке в магазинах. Всё для хозяйства, всё для уборки. Стоит, ну, на самом деле, стоит очень-очень немного. Мне кажется, что примерно столько же, сколько и литр самого недорогого растительного масла. Убирается звездковый налёт. Предотвращает такая обработка. Последующее скапливание звездкового налёта вы увидите, что придётся вам реже делать уборку. Поэтому, единственное, что не всем нравится, скажем так, маслянистая поверхность. Но, опять же, если речь идёт о кранах, смесителях и так далее, мы должны понимать, что всё это должно быть матовым. В то время как для раковин подойдёт любых, как матовых, так и блестящих. Ну что ж, пойдёмте, я покажу. Ну что ж, ванная комната и снова однодневное загрязнение на ванне выглядит ужасно, потому что мои дети используют соду. И сода всегда... Ой! Мои дети используют соду, и сода всегда у меня вот в таком большом количестве, потому что я использую её также и для уборки. Например, вот такую слипшуюся соду я раскалываю другим концом зубной щётки. И, например, в меньший кусочек бросаю в унитаз, и если я работаю, точнее, не работаю, а убираюсь при помощи уксуса, то, в общем-то, любая хозяйка понимает, что у меня получается такая самодельная бомбочка для унитаза. Зрители спрашивали, как мы храним зубные щётки в данной ванной. Мы храним их вот таким образом. Ну что ж, нам понадобится снова небольшая одноразовая тряпочка. В данном случае это детский рукав. Нам понадобится растительное масло, либо вазелиновое масло. И начну я как раз-таки со стакана для зубных щёток, потому что на нём тоже имеется вот такое загрязнение от соды. И вы увидите, что действительно очень-очень многие поверхности, они прекрасно себя чувствуют, когда мы обрабатываем их таким образом. Уходят все разводы. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Стоит ли говорить, что также и душевая лейка, в нашем случае, это тоже матовое напыление, тоже очень любят подобную обработку. Достаточно провести мне один раз. И всё блестит как новое. Не знаю, передаётся ли на камеру известковый налёт так же здесь. Сейчас я подвину камеру и ещё раз покажу, как легко и быстро за несколько секунд убирается известковый налёт. Ну что ж, мне кажется, опять же, известковый налёт отлично видно. Вот оно. Даже если пальцем просто потереть, руки у меня вазелиновом масле, можно увидеть результат. Не буду я утомлять вас чисткой непосредственно всей душевой кабины. Я думаю, что, в общем-то, для любой хозяйки понятно, что таким образом можно убираться очень быстро и очень эффективно. Ну что ж, вот такая быстрая уборка у меня получилась на этот раз. Я думаю, что для любой хозяйки известковый налёт – это, в общем-то, серьёзная проблема и головная боль. Как вы видите, можно за несколько секунд обработать очень и очень большую поверхность. Опять стучат, опять работают. Именно из-за этого мне пришлось записывать несколько дольше, чем я предполагала. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Всем быстрых, прежде всего, быстрых уборок.